На слюб приезжают не просто любительские команды, а хоккеисты, которые уже стали победителями федеральных округов. Будет представлено 19 российских регионов. Таким образом, впервые состоится юношеское первенство страны по хоккею среди 12, 13 и 14-летних. Это юноши трех возрастных групп, 600 талантливых спортивных ребят. Сегодня тренировалась команда «Нефтехимик» из Татарстана. Когда у нас чемпионат, когда у нас такие интенсивные, надо подготовиться, естественно, русские большие. Давид Буранков более 8 лет занимается в спортивной спецшколе. Уже не представляет себя вне спорта. Все свободное время на льду. Азарт большой, риска много. Очень люблю хоккей. Вплоть до 24 апреля ежедневно на арену «Шайба» будут выходить различные команды хоккеистов, самые сильные юношеские сборные страны. Ребята признаются, борьба будет как в большом хоккее. Ведь все турниры посвящены 70-й годовщине Великой Победы. Знамя Победы наших дедушек, прадедушек, наших бабушек, прабабушек, оно в надежных руках наших ребят-хоккеистов. И они своим этим турниром будут доказывать, что они на всех аренах мира будут защищать честь нашей страны. И это Знамя Победы всегда у них будет в руках. И мы приглашаем всех сочинцев, всех гостей нашего дорогого города для того, чтобы посмотреть действительно этот феерический, замечательный, просто фантастический хоккей. На торжественное открытие, которое состоится 3 апреля в 15 часов на Малой Ледовой арене «Шайба» Всероссийского детского центра, приглашены ветераны Великой Отечественной войны, представители государственной власти, общественных организаций. Запланированный парад юных хоккеистов, показательный матч между командами-лидерами детского хоккея, концертная программа. В рамках слета пройдут встречи с легендами отечественного спорта и мастер-классы «Наши первые победы России». Вход для зрителей свободный. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.